Кальций Д3 Некомед. Турбота про свою красу уже зараз. Больше всего отправляют туда своих солдат, как пушечное мясо. Два аспекта, два момента. Как думаете, не получив победу военную, насколько будет дальше российская армия, ну как по традиции, да, обычная тактика для россиян, уничтожать мирных людей, уничтожать гражданскую инфраструктуру, это один момент. И насколько больше сейчас будет отправлять туда своих солдат, ну опять же, как пушечное мясо? Ну будут отправлять, конечно же, потому что сейчас направление Бахмутское чрезвычайно важно. По основной причине, потому что важно для войск противника, для российских войск. Там простая причина, просто таким образом хотят не давать украинским вооруженным силам контрнаступать на юге, освобождать там территорию, потому что фактически потери оккупированных территорий на юге, те, которые сейчас удерживает Россия, потери сухопутного коридора в Крым, это будет равнозначно поражению уже в этой войне. И это, в принципе, уже вне зависимости от того, как дальше будут развиваться боевые действия на востоке, но потеря юга — это все. Учитывая это, сейчас войска агрессора все более с такой жестокостью, остервенением, перебрасывают дополнительные войска, дополнительную помощь, поддержку туда. Фактически сконцентрировали там огромное количество артиллерии, минометов, в том числе и авиации, и продолжают масштабные боевые действия. И, в принципе, они несут действительно серьезные потери. Мы видим, что прибывают постоянно какие-то новые подразделения, либо из мобилизованных, либо в том числе из ЧВК «Вагнера» и других подразделений. А там такой микс уже, в принципе, намешан. Там и из мест лишения свободы, и какие-то неблагополучные элементы социальные, там и регулярные войска, и мобилизованные те, которые были только с учебок, и привозили туда. Достаточно много всех таких намешано. Но вот я на сегодняшний день не вижу того, чтобы российские войска прекратили там наступательные действия, несмотря на то, что они несут масштабные потери, несмотря на то, что несколько месяцев безуспешно ведут боевые действия в районе Бахмута и в районе Углидара и близлежащих населенных пунктов. Но, тем не менее, они будут упрямо этого делать. Потому что, почему, понимаете, на сегодняшний день ситуация складывается для российских войск в Украине таким образом, что Бахмут и это направление в Донецкой области, ну это чуть ли не, вот я не знаю, такая спасательная соломинка, за которую они пытаются ухватиться, чтобы еще каким-то образом изменить характер боевых действий, который ведет на самом деле к их нему поражению. Но для того, чтобы, во-первых, отстрочить это поражение, каким-то образом его отложить и сохранить пребывание Путина и всего его окружения у власти. Во-вторых, для того, чтобы попытаться каким-то образом, как думают в российском командовании, переломить ход военных действий, попытаться добиться каких-то успехов, которые можно будет продемонстрировать и в Кремле, и потом разнести пропагандистки перед российским обществом, они упорно вот держатся на этом направлении. Вот поэтому идут там такие ожесточенные боевые действия, вот поэтому это направление стало настолько приоритетным для сил врага, который ничего не жалеет и не считается с потерями своего личного состава, своих сил и средств, и продолжает штурмовые действия там. Потому что цена чрезвычайно высока. Если говорить о количестве наносимых ударов со стороны Российской Федерации по Бахмуту, тому же в районе Бахмута российские войска сконцентрировали 12 дивизионов ствольной реактивной артиллерии, по крайней мере так говорят СМИ, есть батареи огневые с потенциалом 120 мм, 82 мм минометных взводов и батареи в том числе. Александр, как вы считаете, станет ли Бахмут основным фактом истощения? Да, спасибо коллеге, это наглядное видео, как сейчас выглядит этот небольшой город, на самом деле небольшой город Донецкой области. Станет ли Бахмут и вот эта линия как раз Авдеевка-Курахова-Бахмут, потому что Авдеевка также подвергается постоянным обстрелам. Таким фактором, наверное, правильно сказать, будет истощение российской артиллерии. Да, я приведу вам один пример. Вспомните бои под Северодонецком и Лисичанском. Практически один в один, ну возможно там по количеству, по интенсивности в определенные периоды времени, но абсолютно очень похожие ситуации. В чем похожие? В интенсивности огня, когда российская артиллерия использовала, ствольную реактивную артиллерию использовала солнцепеки, я хочу напомнить, термобарические, термобарические вооружения и так далее. Это все было. И мы помним эти кадры из Северодонецка, из Лисичанска, какие бои были там. Мы помним, что тогда у российских войск было преимущество в артиллерии, в тяжелом вооружении. Они подтягивали войска. Но что смогли сделать украинские вооруженные силы на очень важные, скажем, шаги на том направлении тогда? Во-первых, не дали противнику продвинуться и остановили, фактически сделали остановку вражеских войск таким образом, что противник увяз в масштабных боевых действиях, даже имея огневое преимущество. Но увяз. Далее, соответственно, это дало возможность укрепить ближний и средний тыл нашим войскам, перегруппироваться и фактически отправить дополнительную помощь нашим силам там. Третье. Даже после того, как наши войска успешно отошли, избежав окружения и других апокалиптических сценариев, которые рисовали российские пропагандисты и в российском военном ведомстве, что произошло дальше? После Лисичанска, помните совещание Шойгу и Путина, когда российский президент сказал, так пусть теперь отдохнет та концентрация сил и та группировка войск под Лисичанском, которая принимала участие в активных боевых действиях. И более того, я хочу напомнить, что тогда российские войска не смогли пойти дальше, они не смогли взять Славянск, потому что туда была часть войск перебросена, они не смогли взять Северск. Более того, украинские войска сумели отвоевать Белогоровку, которые оккупировали войска противника, и оттуда продолжить уже контрнаступательные действия. Поэтому в этом случае будет приблизительно так же, хотя единственное отличие будет в том, что я все-таки верю и думаю в то, что этот плацдарм украинские войска противнику не отдадут, и Бахмут, и близлежащие населенные пункты останутся под контролем украинских сил. А дальше я еще хочу напомнить одну аналогию, которая была с преимуществом. Изюмское направление российских войск имело преимущество в артиллерии, причем в современной преимущественной артиллерии, и там были современные вооружения, модернизированные танки. И они перебрасывали ту группировку своих войск то на правый берег Херсона, Херсонской области, то оставляя там. Чем закончилось? Закончилось тем, что потеряли Харьковскую область и потеряли правый берег Херсонской области. Вот это просто примеры, факты и аналогии, которые, я думаю, способны, скажем так, продемонстрировать то, что и пролить свет на то, что может ожидать противника в дальнейшем под Бахмуты. Вы о Юге начали говорить, и напомню нашим зрителям, что в восточной части оккупированного Мелитополя буквально вчера были десятки взрывов. Иван Федоров об этом сообщил. Мэр, который был избран жителями Мелитополя, напомню нашим зрителям, по предварительным данным, ударами, какими-то ударами, по казармам, ликвидировано 200 солдат, вроде бы мобилизированных недавно, солдаты армии Российской Федерации раненых, как говорят СМИ, в том числе везут в крымские больницы из-за того, что в местных медучреждениях мест уже нет. Некоторые скорые поворачивают в морг. Вот так также Иван Федоров написал. По другим данным, был уничтожен также штаб ЧВК Вагнер Пригожинской, один из местных ресторанов, где в тот момент отдыхали представители оккупационной власти. По вашему мнению, как подобные взрывы на Мелитопольском направлении, важным также в том числе, влияют на целостность российской обороны на юге Украины? Дело в том, что абсолютно правильные усилия сейчас предпринимает украинское военное командование, украинские силы обороны на юге. Я объясню почему. Потому что сейчас, и в принципе это было прогнозируемо после операции по освобождению Херсона и после того, как вражеские войска отступили, что было прогнозируемо? Прогнозируемо было то, что интенсивность, эффективность и точность огня украинской артиллерии будет только возрастать. Потому что если мы посмотрим на карты, которые мы можем взять и просто нарисовать стрелки, измерив расстояние, например, от Запорожья или там окрестностей Запорожья до Мелитополя и дальнейшего направления, там на юг или на юго-восток, от Херсона на левый берег Херсонской области, мы видим, что фактически эти стрелки практически могут соединяться. И может быть серьезный артиллерийский перекрестный огонь. Правда, сейчас направление херсонская, артиллерия, которая находится в районе Херсона, они заняты задачами еще и подавления артиллерии противников, потому что мы знаем, что российские войска обстреливают Херсон и, к сожалению, обстреливают и медицинские учреждения, и даже роддома, как это было недавно буквально, роддом, когда обстреляли, это вообще жуткие вещи, на самом деле ужасные. Поэтому там стоит задача подавить вот эти огневые точки, дабы российские войска были избавлены от возможности наносить удары по гражданским объектам в Херсоне. Но я думаю, что с этим они справятся и в скором времени будут дальше наносить удары по логистике противника, по военным складам и по концентрации сил. А из запорожского направления мы видим, что идут интенсивные удары по Мелитополю, по военным объектам с украинской стороны, по Токмаку, потому что в районе Токмака российские войска устанавливают свои С-300, которыми обстреливают Запорожье и окрестности Запорожья. Эти точки тоже необходимо подавливать. И мы видим, что несмотря на то, что враг готовится, что они там укрепляют оборону, выставляют вот эти смешные конусы, пирамидки распиаренные, так называемые зубы дракона, абсолютно бесполезные и так далее, они отводят свою логистику и свое обеспечение вглубь, дальше в тыл, не подтягивают ближе. В полной мере они не готовы, и фактически они пропускают очень серьезные удары. А эти удары, которые носят характер системности, которые предусмотрены для того, чтобы ослабить позиции российских войск, они происходят еще и благодаря тесной координации нашей разведки, всеми возможными способами, но и координации местными жителями, которые, украинскими жителями на оккупированных территориях, которые, не боясь серьезных рисков для себя, они информируют украинских военных о передвижении российских войск, о том, где российские войска рассредотачиваются, где они находятся и так далее. То есть действует движение сопротивления. И это все в координации работает и приводит к тому, что мы видим, и к очень важным для нас результатам. Еще один очень важный момент, это то, что Путин сейчас, тот аспект, который говорит американский институт изучения войны, что Путин рискует полностью потерять поддержку со стороны бывших промежуточных лидеров, так называемой ДНР, из-за неспособности российской армии отбросить украинские войска дальше, к Западу. И это было в отчете Американского института изучения войны. Говорят они о том, что Путина уже публично критикуют известные боевики, такие как Игорь Гиркин-Стрелков, Александр Ходоковский. В институте также напомнили, что после оккупации Лисичанска в сети появились видео, на которых боевики самопровозглашенной ЛНР отказывались воевать за территорию псевдо-ДНР. И аналитики предполагают, что идеологи Путина определили Донецкую область приоритетной во время оккупации Донбасса перед максималистической целью Путина захватить всю Украину. И вот в связи с тем, что сейчас планы Путина с треском проваливаются, критика войны ежедневно усиливается, как вы думаете, вот эти боевики, как они будут реагировать дальше и насколько будет сильна эта поддержка? Ну и тоже вопрос, как тогда в ответ будет реагировать Путин? На самом деле это только начало. Это только небольшие эпизоды того, что начинается. Понимаете, Путин очень часто приводит исторические аналогии, он использует их в своих речах, в своих обращениях и так далее. Но на самом деле очевидно, что он либо сознательно закрывает глаза на ошибки, катастрофические в российской истории, которые не раз приводили и Российскую империю к краху, и он сознательно на это закрывает глаза, либо просто не знает, либо просто плохо знает российскую историю. Почему? Потому что российская история опричена, никогда ни к чему хорошему не приводила. Никогда, скажем так, руководство российское не поощряло, не потакало различным террористическим бандформированием, вооружая их и давая им какие-то полномочия. Потому что это всегда заканчивается плохо для российского руководства и закончится также для Путина. Потому что что сейчас происходит? Вот эти товарищи, которые там, значит, чинили беззаконие на Востоке, провозглашали себя какими-то лидерами каких-то непризнанных республик, на самом деле действовали под командованием внешних кураторов российских, и другие. Сейчас они вооружаются в огромном количестве. Им российская военная машина раздала оружие. Они его получили. Они сейчас почувствовали силы. И это будет только нарастать. Они возьмут под свои крыло обиженных мобилизованных. А их будет нарастать все ближе к весне, потому что зима для них будет очень сложная, с плохой экипировкой, с плохим обеспечением и вооружением. И с этими мобилизованными начнут формировать движения, которые будут выступать очень часто вразрез с идеологами кремлевской власти. И будут идти вразрез с московским вектором политики. Это уже прослеживается. Обратите внимание на такие факты, как, например, то, что Пригожин пытается взять на порухи лиц, которые служили, и обвиняется в преступлениях и так далее. И говорит об этом публично. Тот же Геркин Стрелкова, о котором вспомнили. И другие прочие личности, которые будут еще вызревать. Это будет плеяда полевых командиров, которые будут устраивать фактически то, чем Путин угрожал Украине, постоянно говоря о хаосе, анархии и атаманщине. Ну вот это будут они устраивать там сначала на оккупированных территориях, а потом на территории России. Добавим в конце нашего разговора, Александр. Напомню нашим зрителям, что кроме непосредственно боевых действий, сил, которые применяют ВСУ на фронте, скажем так, есть еще один такой фронт. Это фронт дипломатический. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на J19, наверное, так правильно говорить, на Бали, вон по онлайн-связи, представил свою формулу мира. О формуле мира Зеленский говорил давно. Де-факто она представляет собой такое реформирование, в том числе и Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности и многих других международных организаций, которые, к сожалению, не смогли сыграть свою роль в преддверии полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации. Как по вашему мнению, формула, которая была представлена Зеленским, уже довольно продолжительное время тому, сейчас ныне может поменять, в том числе, расклад сил. Как вы вообще ее оцениваете, насколько она может быть эффективна, как сейчас, так и в будущем? Ну, конечно, эффективна. Почему? Потому что, во-первых, понимаете, очень важно, что эта формула прозвучала. Было правильно подобрано время. Потому что я хочу напомнить, что это время совпало со многими манипуляциями, спекуляциями, в том числе в ряде авторитетных СМИ, которые начали говорить о том, что якобы сейчас, после освобождения украинскими войсками Херсона, вот сейчас хороший момент для того, чтобы начинать какие-то переговоры с Россией. И начались там инсцинуации, на что готова пойти Украина, не готова и так далее, какие-то предположения. Поэтому время было выбрано очень правильно, контекст выбран правильно, и формат абсолютно правильный. Форум, где сосредоточены действительно правильно, абсолютно J-19, большие государства, да, с наиболее развитыми экономиками. И это действительно очень важно. Форум, которому было привлечено огромное внимание СМИ, этому очень важно. Это что касается вообще формы и подачи. Во-вторых, содержание тоже абсолютно понятно и четко изложено, аргументировано и справедливо. Ну, что касается, я думаю, вывода российских войск, все очевидно и понятно. Что касается прекращения России, нанесения ракетных ударов, ракетного террора против Украины, разрушения гражданской инфраструктуры и в целом прекращения боевых действий, абсолютно правильно. И это только условия к тому, чтобы начинать какой-то переговорный процесс. Это даже не формат переговорного процесса. То есть сначала вывод войск, прекращение боевых действий, потом начинаем обозначать какие-то рамки и параметры диалога. О возмещении убытков, о привлечении военных преступников и так далее. И о гарантиях безопасности на будущее. И на сегодняшний день, несмотря на попытки нашего врага в ужасной террористической, агрессивной манере, разрушая украинские города, разрушая инфраструктуру, пытаясь тут устроить мрак и так далее, устроить проблемы в энергетике и экономике, никто не сломился. Позиция украинская очевидна. Более того, я бы еще отметил, на этой неделе очень важный момент. Это выход интервью украинского министра иностранных дел Кулебы в издательстве The Wall Street Journal, где он четко обозначил, во-первых, опять же таки, акцентировал внимание на украинских условиях и сказал прекрасную вещь, что не стоит бояться распада России и не стоит бояться того, к чему непременно приведет исторический ход событий, без субъективных желаний кого-то. Поэтому все это вместе говорит о том, что Украина твердо стоит на ногах, несмотря на силы противника и несмотря на то, что враг продолжает атаковать наши города и пытается сломить сопротивление. Ни на какие уступки идти не готовы. И уверенно, несмотря на все трудности, которые возникают, движется к победе. Александр, спасибо вам за аналитику. Всегда вас рады видеть в нашем эфире. Я напомню, что Александр Мусьенко был с нами на связи руководитель Центра военно-правовых исследований.